Как и ожидалось, силовой взлом польской границы туристами из Ирака и Сирии таки произошел. Но польские стражи границы 10 ноября не застрелили никого из подзаборных штурмовиков. В отличие от иранских стражей революции, сбивших в январе 2020 года украинский гражданский авиалайнер, абсолютно официально вылетевший из Тегерана, а не искавший нелегально там убежище. Поляки не стреляли во взломщиков и на нейтральной полосе, как российские оккупанты в Крыму, напавшие в нейтральных водах Черного моря на украинские военные катера в 2018 году. Если бы поляки еще в сентябре открыли предупредительный огонь по нарушителям, то взлома 10 ноября точно не было, однако произошли бы другие события. Режим Лукашенко не ждал бы два месяца, как правительство Польши, а сразу назвал бы такую предупредительную стрельбу нападением на Беларусь агрессивного блока НАТО. Из тюрьмы в Минске привезли бы на границу пару тел белорусских заключенных и обвинили польских пограничников в их убийстве. Для Лукашенко это серьезно упростило бы процесс сдачи Москве, суверенитета Беларуси и массового ввода войск РФ. Мог получиться повтор сталинского сценария осени 1939-го, когда после раздела Польши Красная Армия вошла в Эстонию, Латвию и Литву для защиты их то ли от Германии, как друга СССР, то ли от Великобритании и Франции, как врагов СССР и Германии. Разница в том, что после ввода войск Кремль может долго не предъявлять ультиматуму Лукашенко об уходе, тогда как в 1940-м правительствам стран Балтии ультиматум был предъявлен уже через полгода после появления военных баз СССР. После стрельбы поляками в воздух и на поражение такие попытки прорыва границы сразу бы прекратились, но Москва использовала бы это не только для аншлюса Беларуси, но и для создания в своих интересах двух информационных резонансов, негативных для ЕС и Польши. Москва на следующий же день после стрельбы реанимировала бы советскую мантру «В США негров убивают», только заменив США на Польшу. Сейчас, когда российские вояки убивают местных жителей в ЦАР, Мали и других странах Африки и Азии, старая плакатная репутация России, как другой защитника всех небелых людей планеты от белых империалистов, подвергается критическому пересмотру. В Азии достаточно посмотреть на Мьянму и Сирию, чтобы понять, насколько сильно просел рекламный имидж России. Углубление развенчания мифа на фоне роста национально-освободительных движений в самой РФ и затяжной российско-украинской войны грозит режиму Путина международной изоляцией. Кремлю оказаться там не хочется, поэтому самое время переключить внимание на Польшу и гневно заявить в ООН, что поляки линчуют африканцев и азиатов. Параллельно создать негативный имидж Польши в самом ЕС на фоне трений Варшавы с Берлином и Брюсселем. Роспропаганда лезет из кожи, обвиняя Польшу в невыполнении соглашений ЕС о беженцах и мигрантах. Дублинские соглашения предписывают демонстрировать европейское гостеприимство всем, кто любым путем попал на территорию ЕС. Прежде всего предоставлять жилье не в палатке, кормить и отправить домой через пару месяцев за счет граждан ЕС, если откажут в проживании. Европейское гостеприимство превосходит легендарное Восточное, в котором гостей следует кормить только три дня, а затем спросить, зачем они прибыли. Кормить ничем Бог послал, как на Востоке, а тем, что любят гости, и никакой свинины. В частности, в Швеции, самой образцовой стране ЕС, гости устраивали дебош, требуя йогурт с черникой. Очень нравится. Рождается новый вид туризма. Пожить в Европе по системе «За все заплатит ЕС». Главными туроператорами на рынке с 2015 года выступают спецслужбы России. Сейчас они посвящают в тайны своего бизнеса спецслужбы Беларуси, как младших партнеров. Совместно они запускают песню о негостеприимной авторитарной Польше, игнорирующей дублинские соглашения вслед за другими нормативами ЕС. Исполнять ее уже начал плохо слаженный хор из капеллы «Друзья Путина и России» в Европе. А также капелла «Полезные идиоты» из разных исполнителей, от зацикленных правозащитников до чиновников Еврокомиссии, как новый повод для критики Польши. Если бы польские пограничники 10 ноября открыли стрельбу по незваным гостям, то свободный хор пел бы более слаженно. Но стрельбы за два с лишним месяца не было. Хор поет в разнобой. Пока. Одна из причин даже в капелле «Полезные идиоты» начинают понимать, то, что происходит на границах Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, не укладывается в термины и нормы о беженцах и мигрантах в понятиях дублинских и женевских соглашений. Точнее всего для определения этих гостей подходит украинский термин «тетушки». Гости ведут себя как тетушки и выглядят как тетушки. В Ираке посольство Германии, куда стремятся гости, есть в Багдаде. А в Ирбиле, столице курдской автономии, есть консульство. Прием посетителей осуществляется ежедневно, за исключением пятницы и субботы, как выходных дней. В Дамаске посольство ФРГ временно закрыто, но телефон, электронные и почтовые адреса есть в интернете. Но почему-то в Багдаде, Ирбиле и Дамаске нет очередей у немецких дип-представительств за получением разрешения на въезд. Они стоят на границе Польши, Литвы и Латвии. Билеты до Берлина из Багдада в авиакомпаниях Турции, Египта и Катара по цене от 300 до 700 долларов никто из таких гостей без визы не купил, чтобы потребовать ее в Берлине, а не на польской границе. При том, что это кратчайший путь в Германию и более комфортный, чем ночевка у костра перед колючей проволокой. Очевидно, что гости не покупают авиабилеты, потому что за их перелет из Багдада в Минск платят российские туроператоры, ФСБ и ГРУ. Тетушки и в Багдаде тетушки. Европейцам придется выучить это новое украинское слово, если они действительно хотят разложить все по полочкам в своем законодательстве и головах. Заодно европейцам предстоит также понять, что стремиться попасть из Беларуси в ФРГ через Литву и Латвию могут только российские Колумбы, держащие в уме файл о трюмах торгового флота РФ. В 21 веке россияне решили наверстать упущенное и поставить на поток перевоз живого товара в трюмах, но не в страны Америки, а в Германию. Немцам надо готовиться к российскому десанту на своих берегах, который не говорит по-русски. Если поляки начнут стрелять по толпам незваных гостей из Беларуси, то Москва радостно наклеит этикетку «Фашисты», чего по понятным причинам ей до сих пор не удавалось сделать. Наратив о том, что поляки дружно помогали Гитлеру убивать евреев, не прижился. А обвинять поляков в том, что они столетиями были одержимы идеей истребления украинцев, как модно было говорить в СССР, сейчас Москве не с руки. Потому что она ежедневно убивает украинцев уже восьмой год и оправдывает это разными способами. Москва сильно раздосадована, что поляки не помогают ей в ликвидации украинцев как нации и не хотят, в отличие от венгров, вместе с ней приступить к разделу Украины. Несмотря на то, что Москва дарит им не только Галычину, но и Волынь, для Кремля организация нашествия гостей в Польшу – это не только способ отомстить за отказ одобрить сертификацию «Северного потока-2», окончательное решение, которое символично отложили до 8 мая, дня капитуляции Рейха. Это еще и принуждение Польши ко вторжению в Украину. Надо отметить, что именно после атаки Венгрии в 2015 году гостями с территории Сербии, правительство Орбана вдруг стало активно эксплуатировать тему наличия венгров в Закарпатье. В Москве ожидают, что Варшава последует примеру Будапешта, и тогда тетушки с ее границы исчезнут, как исчезли с венгерско-сербской. Недавно странное заявление о сокращении числа поляков в Украине прозвучало из Варшавы в угоду Москве, но его оперативно дезавуировало правительство Польши. Можно по-разному оценивать внутреннюю политику партии «Право и справедливость», но во внешней политике у руководства есть адекватное понимание, к чему стремится Кремль. Подтверждением этому служит речь премьер-министра Матеуша Моровецкого в Сейме 9 ноября с обвинением режимов Путина и Лукашенко в организации нашествия на границу гостей. Результатом выступления премьера стала переброска войск к границе и приведение в боеготовность территориальной обороны в приграничных воеводствах. Взлом границы 10 ноября показал, что эти меры логичны, и Моровецкий, предлагая такое, явно пользовался информацией разведки. Но эти примеры – мягкий и симметричный ответ на агрессию России, обрекающий Польшу, а следом за ней Литву, Латвию и Украину на пассивную, дорогостоящую и уязвимую оборону своих границ с Белоруссией. В основе такой стратегии сомнительный расчет, что по мере приближения зимних холодов, толпы тетушек исчезнут, по крайней мере до весны, по климатическим причинам. А Кремлю эта операция просто надоест. Если в Кремле сочтут, что она достигла главной цели, создала имитацию угрозы Белоруссии со стороны НАТО, ее можно свернуть и больше сосредоточиться на переваривании вотчин Лукашенко и его самого. Но эффект умиротворенного российского удава, проглотившего и переварившего белорусских зайчиков, не будет долгим, а тем более вечным. К тому же поглощение Беларуси только первая цель удава. Следующая рубка коридора в Калининградскую область через Литву и, разумеется, постоянная мечта об Украине. Тетушки из Багдада или уже из Афганистана будут кстати. Они создадут реальное напряжение для Литвы, оттянут часть украинской армии с востока на север и станут методом принуждения Польши к одобрению Северного потока-2. Минимальное число будет на границе с Латвией, чтобы не испытывать без нужды на прочность, нервы и любовь к родине местных фанатов Путина. В Берлине недооценивают эту перспективу, судя по аккуратному зондажу общественного мнения, предпринятому социал-демократами через одного из своих аналитиков. Они хотят повторить стратегию Меркель, создать в Польше вслед за Турцией фильтрационные лагеря для мигрантов за счет бюджета Германии. Это похоже на соревнование, у кого денег больше у РФ, чтобы привести гостей на польскую границу, или у ФРГ, чтобы их месяцами кормить и потом отвезти назад. Лагеря в Турции стоят немцам 3 миллиарда евро в год. Лагеря в Польше обойдутся намного дешевле из-за меньшего пока числа гостей. Лукашенко намекает, что тоже готов создать такие лагеря, если немцы заплатят. У немцев возникает идея – устроить тендер на них не только между Польшей и Лукашенко, но и позвать Украину. В Кремле с нетерпением ждут этого, чтобы закричать «Кругом сплошные фашисты и концлагеря!» Даже Лукашенко – фашист, хоть и наш фашист. Возможно, в душе немцы будут рады, что таким путем они расширят круг наследственных фашистов, а йогурты с черникой для гостей обойдутся в сущие копейки. Естественно, если Польша, Литва, Латвия и Украина не повесят на бюджет ФРГ свои заборы вокруг Белоруссии и их охрану. Цена постройки забора на польско-белорусской границе уже утверждена сеймом и равна 350 миллионов евро. Украинский забор обойдется раза в два дороже из-за большей протяженности границы. История повторяется наоборот. Сначала СССР строил заборы, чтобы из него никто не сбежал. Теперь ЕС строит заборы, чтобы в него не набежали гости из союзного государства. Тендер должен выиграть Лукашенко, если будет к нему допущен, поскольку самолеты с гостями садятся в Минске. Аэропорты Украины и ЕС для Белавия закрыты. А Москва вряд ли захочет платить иракским, турецким и другим авиакомпаниям за рейсы из Багдада в Киев и Варшаву и их аэропортом за обслуживание. Такие рейсы для нее еще и бессмысленны, потому что после посадки она полностью теряет контроль над гостями. Зато Лукашенко, заявляющий, что не подрежался охранять границу с Польшей, будет счастлив, если Германия наймет его на такую работу. Это будет вроде как признанием его, если не в качестве президента, то хотя бы охранника. Он сможет гордо сказать, вот и последний диктатор в Европе на что-то сгодился. Его угроза 10 ноября перекрыть подачу газа по трубе Ямал Европа в ответ на обещание Польши закрыть границу, если тетушки не прекратят ломать забор, выглядит комично. Во-первых, он сам давно продал эту трубу Газпрому и не властен над ней. Во-вторых, как и предупреждал Газпром, он к 8 ноября заполнил до краев свои хранилища в РФ. Сейчас у него скопились газы, и Путин разрешил их спустить в ЕС, чтобы Газпром не лопнул. Так что скорее Газпром закопает Лукашенко, чем он перекроет трубу Газпрома. Лукашенко явно нравится идея немцев о лагерях в Беларуси, и он начал набивать цену, чтобы его допустили к тендеру. На следующий день он еще выше поднял планку и пообещал, что у гостей на польской границе может появиться оружие из Донбасса. Похоже, Лукашенко не подряжался охранять не только границу с ЕС, но и границу с РФ. Немецкий план приручения Лукашенко через лагеря имеет определенные достоинства. Можно даже согласиться с ним, но очевиден и ряд недостатков. Прежде всего, никуда не денутся ни труднопредсказуемая Лукашенко, ни легко предсказуемая агрессия Кремля. В силу таких обстоятельств Польше, Литве, Латвии и Украине логично возложить расходы на оборону границ от тетушек не на свои бюджеты и Германию, а на РФ как виновницу нашествия. К этой сумме также добавить компенсацию за моральный ущерб и украденное Россией время. Стоимость пограничных сооружений всех четырех стран около миллиарда евро. Затраты на охрану, обслуживание, переброску войск и остальное можно оценить тоже в один миллиард. Кражу такого безвозвратного ресурса, как время, еще в один. В результате выходит 3 миллиарда евро, столько, сколько Германия дает Турции ежегодно на беженцев. Взыскать эти деньги с РФ можно путем конфискации и распродажи собственности государства РФ и ее граждан-олигархов во всех четырех странах. От конфискации освободить граждан РФ, у входа в офисы и виллы которых, висит перечеркнутый портрет Путина. Если набеги тетушек не прекратятся, то сумма конфиската будет расти, стимулируя импортозамещение в России, поскольку Кремль тоже захочет конфискации собственности в ней этих четырех государств, если сможет найти такую. Этот асимметричный ход, удар по финансам в ответ на удар по забору, в Кремле должны оценить по достоинству. Кремль вряд ли конфискует счета и активы в РФ своей агентуры в Украине или в Польше, живущей там по украинским и польским паспортам, чем невольно засветит ее. Но так как чекисты не лохи, а лохи не чекисты, то Кремль будет вынужден воздержаться от симметричного шага с конфискациями и искать какой-то асимметричный ответ, пока у него еще есть время. И рыбаки с грибниками из Китая массово не переплывают Амур.